Растущая дисфункция рынка казначейских облигаций в США в условиях тотального бегства в наличии со стороны всех типов инвесторов, тех кто инвестирует в рисковые активы, в защитные активы, в облигации казначейства. Это бегство в наличии вынудило ФРС вмешаться в четверг с довольно резкой контрмерой, предложив рынку 1,5 трлн долларов ликвидности через одномесячные и трехмесячные операции РИПО. 1 трлн долларов ФРС предоставил в четверг, сегодня рынку должно достаться еще 500 млрд долларов через трехмесячную операцию РИПО. Согласно заявлению Нью-Йоркского федерального инвесторного банка, который выступает непосредственным спасителем рынков, то есть непосредственно предоставляет ликвидность через операцию РИПО, причем в колоссальном объеме, уже в объеме 500 млрд долларов. Эти операции будут регулярно уже осуществляться, по крайней мере до 13 апреля, и это все больше начинает напоминать старт уже четвертого количественного смягчения, четвертого раунда количественного смягчения. Тем не менее, данные по вчерашнему выкупу ликвидности, то есть по вчерашнему спросу ликвидности стороны дилеров показывают, что проблема могла быть вовсе не в дефиците только, но и в кредитном риске, так как видно, что дилеры подали заявок, предоставили обеспечение всего на 78,4 млрд долларов, хотя лимит этой операции, этой операции РИПО составляет 500 млрд долларов. Однако также можно предположить, что завышенный лимит по операциям РИПО, то есть в размере 500 млрд долларов, ФРС специально его завысил, так как это могло исполнять роль сигнальной функции, чтобы показать, что регулятор, что центральный банк готов влить в рынок ликвидности столько, сколько необходимо. Фондовые индексы вчера также слабо, будем так говорить, отреагировали на лечение рынка РИПО через предоставление массивных операций по предоставлению ликвидности и закрылись в сильном минусе в четверг. Сегодня мы наблюдаем коррекцию, которая скорее всего имеет техническую природу, так как коррекция не сильная, сейчас индекс болтается около уровня в 2500 пунктов. Также массивные операции РИПО вчерашние и сегодняшние не смогли вернуть в норму известный индикатор кредитного риска и ликвидности в банковском секторе. Это спред между ставками либор и процентного свопа. Ставка либор является межбанковской ставкой, то есть ставкой, по которой банки занимают друг другу. И причем эти кредиты не обеспечены, то есть в этой ставке должен учитываться кредитный риск. Ставка, соответственно, овернайт процентного свопа, который имеет аббревиатуру ОИС, фиксированная ставка в процентном свопе. Я напомню, что в процентном свопе практически нет кредитного риска, так как стороны, участники контракта, они обмениваются только процентными платежами, не происходит обмена номинальными суммами. И вот расширение этого спреда, то есть разница между ставкой либор и между ставкой ОИС в трехмесячной, это фактически означает рост кредитного риска. В 2008 году при коллапсе банка Лерман Бразерс он достигал этот спред в 83 базисных пунктов. Вчерашний РИПО, как видно, смогу лишь кратковременно погасить расширение спреда, после которого он снова начал расти. И из этого можно сделать вывод, не только из этого, но и из реакции фондовых рынков, и из того, каков был спрос на ликвидность по итогам операции РИПО вчерашней, По всем этим трем признакам можно сделать вывод, что на мартовском заседании, скорее всего сейчас, относительно мартовского заседания сейчас формируется ожидание, что будет более масштабная поддержка, которая сейчас даже включает в себя такие радикальные сценарии, как снижение ставки сразу на 100 базисных пунктов, или возобновление программы количественного смягчения, от которого ФРС пытается сейчас дистанцироваться, несмотря на схожесть регулярных операций РИПО, которые с прошлого сентября продолжаются. По сути, тоже операции РИПО похожи на операции количественного смягчения, которые были ранее, только они ограничены по сроку. Сейчас также акцент рынка на поддержке ФРС основывается на неубедительном заявлении Трампа, обращении Трампа о том, что он поддержит экономику через увеличение госрасходов, то есть через фискальный канал. И этого, скорее всего, не произойдет в короткое время, так как это натыкается на сопротивление демократов. И отказ демократов в кооперации с республиканцами, с Трампом, скорее всего, должен нанести политический ущерб для президента, так как это в некоторой степени обнажит его беспомощность в плане принятия экстренные меры. И в соответствии с этим, как я уже сказал, акцент рыночных ожиданий снова перемещается на поддержку со стороны ФРС. И три признака неэффективности, будем так говорить, РИПО, который провел ФРС в четверг, они сейчас формируют ожидания. Есть перспективы, что укрепление доллара в начале следующей недели и перезаседание ФРС, вероятно, будет сильно ограничено. На сегодня все. Спасибо за ваше внимание. Уйдите с вами в понедельник.